Из представителей духовенства слышал такую мысль, что современный имам, он должен быть максимально начитанным, максимально прогрессивным, максимально знать много языков, он должен интересоваться науками, скажите, культурой, языками, народами, традициями. Скажите, с чем это связано? То есть быть на голову, скажем так, выше всех? Со многими из вот этих качеств, которые перечислились, соглашусь. Ну, во-первых, имамы всегда были образованные люди, потому что имам, иносказательно так скажу, он как пастух для своей паства. Паства за кем пойдет? У нас авторитет либо силы, либо авторитет интеллекта, поэтому имам должен быть интеллектуал в принципе, да, то есть он должен уметь объяснить любую житейскую ситуацию для любого прихожанина разного уровня образования. Попроще, посложнее, начитанного, не начитанного, да. Во-вторых, религиозные деятели – это учительская, воспитательская, просветительская функция. Как можно быть воспитателем, не зная, к примеру, психологию, да, или не зная там наук, например, как разговаривать на одном языке? Никак. Потому что, в принципе, религиозные деятели – это не замена, а в дополнение или, может быть, следующая ступень за воспитанием родителей. Родители основы закладывают, он их усиливает, да, как это, как мама учит нас ходить по комнате, а учитель учит ходить по всему свету, да, и мам. Он дает, скажем так, коридор и пропуск, что ли, да, в довольно сложную жизнь, в которой имам является регулятором. То есть, а поскольку ислам многие сравнивают с глубоким океаном, в который даже рекомендуют людям сильно глубоко не нырять, потому что можно запутаться, к примеру, да. Вот, поэтому имам должен уметь объяснить сложные категории и там жизненные ситуации простым максимальным языком. И мальчики на ним не пойдут, не поверят. Вот вы сказали по поводу океана. Дело в том, что, вот, помните, наверное, что в 90-е годы многие молодые люди, уезжая, например, на восток, оттуда возвращались весьма такими несвойственно нашему исламу знаниями, да. Скажите, вот как-то можно, что нужно делать для того, чтобы мы не потеряли свой вектор, мы не потеряли свой путь, свое истинное предназначение, то, что вкладывали в нас когда-то наши деды и прадеды? Давайте разберемся сперва с тем, почему это происходило. В те периоды, в 90-е, вообще просто был кризис духовности, нравственности, вообще всего. То есть дети были предоставлены сами себе, родители пытались заработать на хлеб, да. В отсутствие, скажем так, официальной, наверное, религиозной школы нашего ханафитского, татарского толка, да, сюда были открыты двери. И, скажем так, из арабских стран пошли проповедники другого ислама, совершенно другого, да. Саудовская Аравия, где государственная религия ваххабизм, к примеру, да. Более того, скажем так, наверное, мы просмотрели... Ну, мы, я вот за всех, и сам, наверное, тоже себя не снимаю, как это... Мы просмотрели момент воспитания молодежи, особенно, вы знаете, не этнических татар. Вот среди русскоговорящих очень много мусульман. Иногда подавляя... Вот если проценты, наверное, ужаснутся татару, узнав, да, что среди русскоговорящих, может быть, доля мусульман больше, чем этнических татар. Но, увы, следует признать, тут я, ну, Америке не открою, да, что татарин и мусульман это не одно и то же, не всегда. То есть было воспитание или не было воспитания, да. И очень часто можно увидеть, что даже среди русскоговорящих мусульман, соблюдающих 2, 3 или 4 или 5 столпов ислама, гораздо больше, чем этнических татар. Татарин знает, что есть уроза, татарин знает, например, что, ну, надо гурбан резать. А когда вопрос касается вероисповедания и когда касается, например, того же самого хаджа или, например, там, садака или что-то, ну, не всегда, к примеру, да. Вот. И как только поехали проповедники, они очень умело, на самом деле, стали перевоспитывать и перенастраивать нашу молодежь. Они начали сдавать литературу на русском языке. А где возьмешь тогда литературу, да? И на татарском-то ее, на самом деле, было очень мало, да. Поэтому вопрос воспитания, вот, наверное, те люди, которые их послали, и те, которые сами миссионеры, они очень хорошо выбили почву из-под ног у наших бабаев, к сожалению, да. То есть наши бабаи перестали быть авторитетом духовным, да. Ну, потому что бабаи, это, как правило, уже старый возраст, там, авторитет никакого, максимум я родителей послушаю, да. А кто тогда слушал родителей? Кто тогда говорил правду родителям, что ты, на самом деле, пошел на улицу мотаться, к примеру, да? Да, ну, получается, что вот вы сказали, что не этнический татар был, татар, как бы, и сейчас мусульман больше, да? То есть русских мусульман, скажем так. Мне иногда кажется, и вот, знаете, как, правильнее будет сказать, и соблюдающих. Ну, может быть, вот как раз татарский фактор и послужил вот неким, некой такой вакциной, защищающей вакциной именно нашу молодежь, нет? Безусловно. Вы знаете, вот здесь надо, чтобы меня правильно поняли, нашим бабаем, нашим дедушкам, бабушкам, да, и это просто, что называется, в ноги надо поклониться. Они сохранили в чрезвычайно тяжелые годы бездуховности, атеизма, преследования религиозных деятелей, да, многие пострадали, да, они сохранили ислам, причем нашего традиционного ханафитского толка, который максимально предпособлен к большинству жизненных ситуаций, к местности, в которой мы проживаем, к окружению многонациональному, многоконфессиональному, да, они это сохранили. И вот, прямо отвечая на ваш вопрос, в этом как раз и сейчас задел. Только вот это и позволит сохранить, то есть надо опять воспринять, сейчас вот если вы, например, попадете на какую-нибудь пятничную проповедь, одну из фраз, которую сейчас говорит, например, имам Мула, да, читаем мас по ханафитскому масхабу, ногу и друг другу не топчем, да, аминь говорим про себя, там, я не знаю, не надо вот там демонстрировать пренебрежение нашим масхабам, да, вы пришли, скажем так, в чужой монастырь и со своим уставом, ну вот если вот можно так сказать, да, не надо лезть, надо уважать. Вот взаимоуважение, даже мне не нравится слово толерантность, она потому что терпимость произносит, да, а вот добрососедство, взаимоуважение, взаимопроникновение культур, конфессии, религии, вот это вот очень важно. Вот это мы сохраним однозначно. И мы сохраним это в том случае, если мы будем ставить лидерами своих, может быть, даже татар, вот именно в мечетях по всей России? Хотелось бы, но, вы знаете, здесь можно не противостоять. Кроме, конечно, Кавказа. Среди, ну да, наверное, все-таки надо среди ханафитов, да, то есть в первую очередь, потому что, ну, вся кулик свое болото хвалит, да, то есть каждый будет привносить все-таки свою веру, да. Здесь я не ставил бы языковых различий, вы знаете, очень много имамов ханафитского толка среди современной молодежи, и они выучились очень хорошо. Многие заканчивали институты, теперь уже университеты исламские, да, не все из них обучались, ну, скажем так, там, где есть некий, так, душок такого там сложного ислама, да. То есть многие получили высшее духовное образование, причем, допустим, в России, в Средней Азии, кстати говоря, да, Бухару никто, извините, не отменял кладезь, да, потом Сирию никто не отменял, Дамаск кладезь, например. Никто не отменял Турцию, она тоже тюркский ислам, тоже мягкий, тоже как бы наш, да. Потом в Павлово сейчас очень много религиозно-правовых школ, поэтому молодежь спокойно можно ставить, не обязательно это должны быть татары, но языковой барьер будет, поэтому, скорее всего, вы правы, надо, наверное, все-таки ставить среди этнических татар, потому что, как ни крути, сейчас приходят, вот если посмотреть, целевой аудитории, приходя в их мечети, да, среднеазиатов очень много, они не понимают, кстати, русским они многие владеют, например, да, вот, кто-то из них владеет татарским, но, скажем так, читать на каждом языке прихожан, ну, это же нереально, как бы, да, поэтому здесь, наверное, все-таки надо смотреть, кто приходит, кто приходит. Даже сейчас имамы практикуют, знаете как, часть вагаза, есть же худба, да, то есть это религиозное прочение, есть вагаз лекции, вот часть вагаза читают на русском и на татарском, чтобы все не отвлекались, не сидели там, не листали в телефонах там картинки свои, да, а слушали, чтобы тоже вообще, о чем идет речь. Это, ну, хорошая вещь на самом деле. Спасибо вам большое. Все хорошо, Рахмель. Так, и...